Репортер продолжает дежурить на месте пожара на Троицкой. Часть аварийного флигеля с внутренней стороны здания сегодня демонтировали. Стену, которая больше всех пострадала от огня, разрушали поэтапно и с максимальной осторожностью, чтобы не повредить другие части здания, где до сих пор ищут пропавших. Жители близлежащих домов временно отселили, а движение по Пушкинской перекрыли. На месте событий в момент обрушения находилась Нарина Щеглова. Ночью в Фейсбуке появился пост. Волонтеры просили подвезти солому и деревянные подоны на Троицкую. Необходимо было более 150 кубов. Все для того, чтобы начать разбирать часть сгоревшего флигеля со стороны двора. Изначально обрушать стену думали с помощью БТРов. Разрушать стену в итоге решили с помощью троса. План такой – привязать трос к фасадной части флигеля и тянуть его грузовиками. Внутреннюю часть флигеля обрушили без последствий для остальных частей дома. Для начала в внутреннем дворе выстелили так называемую подушку. Для этого понадобилось более тысячи тюков сена и трехсот деревянных поддонов. Вот так падал верхний этаж уничтоженного огнем флигеля. Троицкую окутал туман из пыли. Вариант, если что-то пойдет не так, предусмотрели. Жители близлежащих домов заранее эвакуировали. Кто поехал к родственникам на это время, тем, у кого не было куда пойти, мы предоставили места в гостиницах и других. Предоставили им время, где можно переждать эти работы. В 17.00 спасателям удалось снести два этажа. Затем Пушкинскую открыли для проезда. В среду демонтажные работы продолжатся. Не исследованными до сих пор остаются два участка в центральной части здания. Возможно, именно там и остались четверо жертв трагедии, не найденных до сих пор. Поисковые работы продолжаются. Нарина Щеглова, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». Возле сгоревшего и теперь уже полуразрушенного здания на углу Троицкой и Пушкинской в эти минуты находится мой коллега Дмитрий Богомолов. Дима, добрый вечер. Если ты меня слышишь, расскажи, что сейчас происходит на месте трагедии. Какова судьба четверых пропавших без вести? У спасателей есть какая-то конкретика к этому часу? И по состоянию на данную минуту четырех пропавших без вести в завалах на Троицкой 25 до сих пор не нашли. Так внешне, снаружи не видно, чтобы работы продолжались. Сильный туман, не работает люлька. Но, по словам спасателей, поиски пропавших без вести продолжаются внутри здания на четвертом и шестом этажах. Напомним, сегодня провели искусственный обвал флигеля аварийного и продолжаются работы по поиску пропавших без вести. По словам очевидцев, за последний час даже больше не вывозили машины с завалом. На данную минуту уже вывезли больше двух тысяч кубических метров завалов. Это около двухсот машин с мусором. Кроме того, нужно сообщить, что движение транспорта восстановили по улице Пушкинской. Тем не менее, был зафиксирован неприятный инцидент. Один из депутатов Верховной Рады от «Слуги народа» оставил машину и заблокировал въезд пожарной техники. Но со временем он убрал свою машину, не пришлось использовать эвакуатор. На данный момент также из 12 официальных жертв трагедии на Троицкой остаются 7 неопознанных. Напомним, что этот пожар унес жизни 16-летней студентки Ксении Бабенко. Ее не стало в день пожара в госпитале. 7 числа скончался спасатель Сергей Шатохин. Также в больнице. И еще нашли уже 10 жертв непосредственно в завалах. Из них опознали троих. Это Анна Бартюк, преподавательница, который посмертно присвоили звание Героя Украины, как и спасатель Сергею Шатохину. Также уже опознали 16-летнего студента Кирилла Трофанчука и еще одну сотрудницу Марину Коваль. Мы продолжим следить за разбором завалов на улице Троицкой. Спасатели будут работать всю ночь и будут продолжать поиски. Также здесь остаются на месте родственники погибших. По словам знакомых этих родственников, с ними уже не работают психологи ГСЧС. Эту информацию мы пока не можем перепроверить. И нужно сообщить, что даже на шестой день после страшной трагедии люди продолжают нести на место этого происшествия цветы, мягкие игрушки и зажигают лампадки студия. Спасибо, Дима. Мы продолжаем следить за ликвидацией последствий пожара на Троицкой. В полиции появилась еще одна версия причин пожара в экономическом колледже. Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщил начальник областной полиции Олег Бех. По статье «Служебная халатность» объявили о подозрении директора учебного заведения. Полиции подтверждают наличие других фигурантов расследования. Но чтобы квалифицировать их действия, назначили еще несколько экспертиз и исследований. Трошки швидко керівник следствия доповів про то, что у нас деколька подозр будет оголошено. Я вам что хочу поведомить. Про то, что только посадовые люди, да, мы можем квалифицировать действия за службовыми злочинами. Однако в колледже не все люди были посадовыми. Безусловно, есть другие фигуранты и следствие продолжает. На данный момент комиссии я доповів уже первое направление, которое действительно показывает грубые порушения пожарной безопасности, а самое главное – эвакуация людей, которые там находились. То есть, фактически она была неможлива. Не было в учебном заведении автоматической пожарной сигнализации. По словам начальника областной полиции, вахтера, на первом этаже находилась устаревшая пожарная кнопка. Сигнал спасателя мог поступить только после ее нажатия. Но в день трагедии кнопка не сработала. По словам первого замминистра внутренних дел, который возглавляет специальную правительственную комиссию, пожар в колледже должен дать старт череде реформ. Мы будем смотреть, что необходимо сделать на местном уровне, что необходимо сделать на областном уровне, что необходимо, какие незамедлительно делать на уровне кабинета министров, ну и готовить предложения по изменению какой-то законодательной базы. Это мы будем обязательно делать, потому что, к большому сожалению, она несовершенна. То есть, здесь много-много лазеек, которые ответственные лица, которые отвечают за безопасность, они от этого уходят. И таким образом создают этот процентент. Одесский губернатор, в свою очередь, сообщил, что из облбюджета выделят почти 3 миллиона гривен в качестве одноразовой помощи семьям погибших. Ранее о выделении средств говорили в мэрии в планах направить матпомощь и из госбюджета. Также, по словам Максима Кусова, детей погибшего пожарного Сергея Шатохина и преподавательницы Анны Бартьюк планируют перевести на бюджетную форму обучения. Тем временем студенты экономического колледжа вышли на занятия. Их перевели учиться в другой корпус. Он расположен на улице Героев Крут, бывшая Терешковой. Там же находится их общежитие. Как признались репортеры студенты, на всех места не хватает. Поэтому часть занятий будут проводить в другом учебном заведении на Инглезе, бывшей 25-й Чапаевской дивизии. Студенты еще не оправились от трагедии на Троицкой. Некоторые по счастливому стечению обстоятельств в день пожара опоздали на пары. Молодые люди говорят, выходить на учебу было психологически сложно. Я опоздал на Троицкую на 5 минут. Можно так сказать, по чистой случайности. Можно считать, по воле Божьей. Как мама говорит, ангел спас меня. Более такое шокированное настроение и более такое шоковое состояние было как раз-таки после этой трагедии в среду. Четверг, пятница просто сидели по домам, думали, надеялись даже насчет людей, которых там доставали. А в понедельник, ну, это более так подутихло. Мы уже более так собраннее идем. Общее настроение какое-то плачевное, потому что все сидят, когда после пар выходят на перемены, все говорят об этой трагедии. Кто-то над этим смеется, кому-то на это все равно. То есть такое, разные есть лагеря. Как говорят студенты, в первый день занятий им провели учебную эвакуацию. В аудиториях появились огнетушители вместе с информационными табличками. Но повторный инструктаж о правилах пожарной безопасности после трагедии почему-то решили не проводить. Кроме того, некоторые студенты последних курсов даже не знают, где находятся аварийные выходы. На Троицкой, как я знаю, я видела, что там были они закрыты. А здесь я даже не знаю, где он находится, если честно, пожарный выход. Мы всегда через центральный выходим, когда у нас пожарная тревога учебная. С этим корпусом как бы все нормально. Мы тут знаем, куда выходить и тому подобное. А после пожара с нами на эту тему не разговаривали. Нам не проводился никакой инструктаж именно после пожара. Насчет проверки, да, насчет проверки, лично я не знаю, говорить не буду. Ну, говорят, что было, а они тушители появились. Вот мы сегодня сидели в аудитории и заметили, розетки поменяли после этого. Советские старые розетки. Сейчас новые стоят. Неожиданный поворот в деле о жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Обвиняемый Николай Тарасов в свою вину теперь не признает. И утверждает, что его заставили оговорить себя во время следствия. Ранее, еще будучи подозреваемым, он признавал, что убил девочку. Теперь же в суде он наотрез отказывается от своих слов. Я вызнавал, потому что мне сказали, что если я не буду признавать это, когда меня били в участке у нас. Другие из полиции проверяли, и просто проверяли, и ничего не находили. Смотрели с села, тонарика, и каждый раз заходили, и уже не было. Мне сказали, что я ее перетряхала. Потом сказали, что родители перетряхали и так далее. Каждый раз, как у кого. Вас заставили, получается, по вашему мнению? На заседание в Раздельную из райцентра Ивановка приехали несколько десятков земляков убитых. Опасаясь волнений, в здании дежурили усиленные наряды полиции. Зал пускали только после прохождения металлодетектора. Местные жители, которые прибыли в суд, чтобы поддержать семью убитой девочки, прямо заявляют, они не верят, что родители Тарасова не знали о преступлении сына. Я не верю в то, что они не знали. Вы про семью говорите? Да, вы про семью. Они знали, они знали. Мать особенно знала. И отец знал. Все они доброе знали. Отношение до них изменилось? У некоторых людей изменилось. Особенно у меня не изменилось. Я, как и мама, я говорю. И мы не верим, что они не знали, что случилось у них в дворе. И, ну, как и у меня, мое желание, чтобы они там... Не хочется, чтобы они там сжили, залишались. Первое заседание по делу Николая Тарасова оказалось безрезультативным. Прокуратура так и не смогла зачитать обвинительный акт. Адвокат подсудимого не приехал, сославшись на участие в другом процессе. Вторая попытка начать рассмотрение дела Тарасова состоится 11 декабря. Напомню, 11-летняя Дарья Лукьяненко в июне была найдена мертвой в выгребной яме дома семьи Тарасовых. И по следам еще одной трагедии. Экс-директора лагеря Виктория Петроса Саркисяна выпустят из СИЗО. Киевский райсуд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Адвокаты мотивировали необходимость выпустить подзащитного тем, что у него проблемы со здоровьем. Напомню, Саркисяна обвиняют в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия. В сентябре 2017 года из-за пожара в деревянном корпусе лагеря Виктория погибли три девочки. Пострадавшими по делу суд признал 78 человек. Продолжается расследование пожара в психиатрической больнице на Воробьева. Человеку, который палил матрас у мужского отделения центра, объявили о подозрении в умышленном поджоге. Речь идет о первом в этом году пожаре медучреждения на Слободке. Он произошел 16 апреля. Тогда никто не пострадал. Всех сотрудников и пациентов успели эвакуировать. По второму пожару в психиатрической больнице на Воробьева, который унес жизни шести человек, следствие еще продолжается. Его результат анонсируют на следующий год. Огонь бушевал в медучреждении 10 июня. Вспыхнуло одноэтажное здание седьмого отделения. Предварительной причиной возгорания считается занесение огня извне. В первую неделю зимы в Одессе выросла рождаемость. Со 2 по 8 декабря в родильных домах города появились на свет 190 малышей. Это на 32 младенца больше, чем за всю прошлую неделю. Как сообщили и в Горздраве, на 108 мальчиков пришлось 82 девочки. Одесса на пороге Нового года. До главного праздника остался 21 день. Рождественское новогоднее настроение постепенно выходит на главные улицы Одессы. Город начали украшать грядущим торжеством. На Дерибасовской уже установили елку. Она состоит из нескольких десятков сосен. Красавицу нарядили праздничными игрушками и гирляндами. Главную же елку города возле мэрии, вероятно, соберут чуть позже. В наш город, наконец, пришло новогоднее настроение. На Дерибасовской установили праздничную елку. Хвойную красавицу собирали из веток сосен. Ее высота достигает до 15 метров. Обещают, простоит аж до крещения. Сегодня мы наряжаем ее иллюминацией, стрингами, стробоскопами. Наверху уже звезду установили. Возможно, два дня, наверное, это все будет происходить. Возможно, завтра вечером она уже может будет светиться. А игрушки будут везать какие-то на ней? Ну, шары есть, да, шары. Там они тоже будут вроде как переливаться, желтые. Ну, не сильно большие, где-то вот такого размера. Приморский бульвар тоже преображается. Там готовятся к рождественской ярмарке. Традиционно она начинает работать 19 декабря на День Святого Николая. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова